Виталий Коваленко 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 возрасте до 16 лет. То есть если у нас 5 детей, одному ребенку исполнилось 16 лет, понятное дело, что эта семья уже сразу автоматически теряет право на получение такой помощи. И вот такие случаи по каждой программе они произошли. Где-то семья выбыла, где-то перешла в другую категорию возрастную и так далее. Поэтому была необходимость предусмотреть вот эти изменения. И кроме того, как мы уже обнаружили в процессе работы, были заложены лишние деньги по статьям. Почему? Потому что, к сожалению, не были выплачены деньги за последний квартал 15-го и за последний квартал 16-го года. В чем причина? Почему деньги не нужны были? На сегодняшний день невозможно сказать, в чем причина, потому что тогда занимался департамент охраны здоровья и социальной защиты, который на сегодняшний день находится в стадии ликвидации. То есть головы комиссии на сегодняшний день на работе нет. Зам в отпуске, еще один член комиссии на больничном и еще один член комиссии в отпуске. Ну то есть фактически найти концов невозможно. Более того, когда мы обратились в областной совет и на нашу постоянную комиссию о том, чтобы они разрешили за счет программы 2017 года выплатить долги вот 15-го и 16-го годов, то оказалось, что по информации от департамента финансов эта программа была выполнена полностью. То есть вот где произошла либо переброска, либо утечка этих денег, но на сегодняшний день это пока мы выясняем. Не мы выясняем, а выясняется, имею в виду, стенах администрации. Поэтому перебросить при всем желании действительно комиссия постоянная социальной защиты и здравоохранения хотела пойти навстречу. Было невозможно, поскольку этот ресурс уже исчерпан. Поэтому мы проанализировали, я говорю, по итогам 9 месяцев выплаты, с учетом того, что нам предстоит еще 3 месяца сделать выплаты. Мы проанализировали и ровно оставили деньги под впритык по тем статьям, сколько было нужно. Например, если это нужно было детям, инвалидам войны по 1000 гривен, значит мы рассчитали, что, например, 100 инвалидов войны по 1000 гривен 12 месяцев, вот ровно эта сумма нужна. Все. И все остальное, оно бы просто ушло в бюджет, то есть оно бы не было использовано. И, конечно, я думаю, в то время, когда есть много у нас и заявлений на рассмотрение и много других необходимостей, это было делать нецелесообразно. То есть мы понимали, что это какие-то непопулярные меры, действительно депутаты были правы. Мы каждые 2-3 месяца вносили изменения в программу, но это было вызвано только тем, что в этой программе очень были несбалансированные цифры. И то, что мы под дороги и работали, и выясняли, что же было там заложено, а спросить было некуда, поэтому была вот такая необходимость постоянной корректировки программы. Я уточняю еще вопросы. Один из депутатов, который был у нас в эфире, озвучил этот вопрос, и можно даже предложение. Вот представители департамента занимались переброской, да, грубо говоря. А можно ли пополнять откуда-то? Есть ли источники пополнения этого фонда для выплаты, опять же, людям с инвалидностью, многодетным мамам, детям и так далее? Или, опять-таки, вот сейчас стоит вопрос только того, что мы где-то можем убрать, ну, что-нибудь ненужное, назовем это так, и добавить туда, где это необходимо? Допустим, какие-то другие источники не рассматриваются? Ну, рассматриваются различные источники, в том числе и помощь депутатов. Но в данном случае областной бюджет, городской бюджет, все мы же понимаем, это тот кошелек, который есть у дома хозяйки. И если в этом кошельке лежат 5 рублей, каждый рубль, который рассчитан на определенную статью расхода, то, понятно, можно взять, но это нужно либо заработать больше, Ну, да, я как раз об этом и говорю. Либо это нужно перебросить с одной статьи на другую. Мы исходим всегда из тех реальных объемов бюджета, которые есть, которые нам может дать. Понятно, что приоритеты у нас прежде всего социальные. И губернатор не раз об этом говорил. Но если денег нет, то их нет куда взять. Их нужно либо перебросить, либо заработать. Пока на сегодняшний день те ресурсы, которые были, мы исчерпали, нам добавили их, да. Но зачем, чтобы пропадало то, что есть, и искать где-то, чтобы добавить из того, что нету. Ну, это было нелогично. То есть мы поступили просто как рачительные хозяева. Да, может быть, это вызывало у кого-то недоумение, но мне было жалко, что пропадут даже 100 тысяч, 200 тысяч, миллион. Мне просто было жалко, что эти деньги не пойдут к кому-то из людей. Мне понятна ситуация со сотней тысяч, 120 тысяч, точнее, с которой связано, да, с лагерем Виктория. Тут вопросов у меня нет. Но опять же, вот эти вот 600 тысяч, которые активно обсуждались на неочередной сессии, на какие-то мероприятия, торжества, связанные с соцзащитой. Почему такая сумма? Откуда она? Можно ли ее уменьшить или ее не нужно уменьшать? Что это за деньги? У депутатов свое видение, у вас, как у руководителя департамента, наверняка тоже есть свое видение этой суммы. Конечно. У нас есть на уровне государства какие-то праздники, которые мы празднуем, или отмечаем, или празднуем в течение года. Есть такие памятные даты, как день вывода войск в Казанистане. Это 15 февраля. В этот день афганцы всегда накрывают столы в парке Шевченко, вот кто не знает, поминают своих побротимов и так далее. Всегда, не знаю, как в те годы, но раньше областная государственная администрация, городские власти, очень много депутатов, очень много самих афганцев вкладывало в это мероприятие. Все, что могли, каждый. На это нужны деньги. Кроме того, есть у нас такие праздники, как 26 апреля. Мы знаем, это трагедия, взрыв, авария на Чернобыльской электростанции. Также происходят какие-то, собираются чернобыльцы, происходят награждения, им дают какие-то памятные подарки, они вспоминают опять-таки побротимов и так далее. 9 мая и так дальше. Вот эти все праздники, это не говорится о том, что это выделяется на памятные даты, когда собирается вся администрация и устраивает гуляние. Это делается праздник для тех людей, которых он касается. То есть с моральной точки зрения от этих денег никак не можем отказаться и сказать, ну, не будем на этом экономить, потому что вот есть люди, для которых это ценно, для которых это важно, там, с духовной точки зрения. Ну да, во всяком случае, когда собираются те же ветераны, которые на сегодняшний день и все почти нового возраста, да, на 9 мая, например, и когда они все собираются и поют сами песни военных лет, и даже поднимают по эти 20 грамм водки вот за боевых своих побратимов, товарищей, которые пали давным-давно уже, да, то это не может не вызывать вообще вот слез на глазах, потому что по большому счету, к сожалению, это пожилые люди, которые никому не нужны, кроме своих семей. И пускай раз в год их собирают, говорят теплые слова, приходят и представители депутатского корпуса, и представители администрации. Для них это важно, для них это важно, и это та статья, да, вот расходов на социальные нужды, ну, на которые, грубо говоря, руки не нагреешь, все контролируется, все проверено. Абсолютно, абсолютно, вот сейчас у нас идет День инвалида, 3 декабря он наш международный День инвалида, во всем мире это будет отмечаться, этот День инвалида. Мы тоже планируем с каждого района пособирать, это один-два человека с каждого района собираются, лучшие представители общественных организаций, которые занимаются этой темой, да, так и какие-то люди, которые отличаются, ну, в каких-то аспектах социальной жизни, да, мы собираем их, и вот на День инвалида мы планируем сделать, ну, такой, праздник, как голубой огонек какой-то, когда он был во времена еще Советского Союза, вот нам хочется эту идею того, чтобы люди сами про себя, пускай коротко, 2-3 минутки, рассказали, что чем они занимаются, как они в этой жизни выживают, что им, ну, помогает не опускать руки, это в том числе пример для других, что не нужно сидеть дома, да, люди идут в социум. Это понятно. За этот вопрос спасибо, что расшифровали, потому что действительно споров, я все равно уверен, еще будет много, и в завершении беседы хотелось бы подробно узнать, чем живут департаменты в районах. У нас под огнем, в том числе критики, да, это областная организация, всегда так получается, но есть же филиалы у нас, больше 20 районов, тоже проблемы, тоже приходят люди, которым нужно помочь. Как это происходит? Есть ли люди, которые готовы работать в подобных структурах? Расскажите немного, что происходит там в 20-30, там, в УКСах. 32 управления, 36, вообще, если считать, с города Одесса, в городе Одесса 4 районных управления, то есть всего их 36. На сегодняшний день, конечно, ситуация не такая, как она была в январе, феврале, в марте, и ситуация постепенно улучшается. Могу с полной ответственностью сказать, что в каждом управлении социальной защиты есть вакантные должности. К сожалению, неблагодарная работа с 8 до 8 практически каждый день для людей, и которая все равно связана с людьми, да, это самая тяжелая работа, там, где нужно выслушать человека. Иногда несправедливые его упреки и даже несправедливые крики. Для этого нужно иметь, наверное, особую какую-то душевную закалку и склад ума другой. Ну, в любом случае, в нашей системе работают люди с большими сердцами. А что касается работы, то действительно, сегодня у нас начало министра социальной политики, область шагнула с последнего места в десятку, первую десятку рейтинга. Конечно, где-то это десятое место, а где-то это уже второе, третье место по некоторым показателям. Но мы не готовы останавливаться, мы хотим быть лучшими, во всяком случае. Пускай это будет не первое место по всем вопросам, но первая тройка однозначно лидеров, и мы настроены на эту работу и настроены на районы. Все-таки сейчас состав глав администрации, состав областной администрации, все делается для того, чтобы мы работали. То есть мы понимаем, что мы не гонимся за какими-то статистическими показателями победными. Да, главный результат это, если нет очереди под дверью в районное управление департамента, или, по крайней мере, если она есть, то это не озлобленные глаза молодых женщин, или женщин, которые жизнь заставляют обращаться, что, по крайней мере, их небольшие требования, законные требования удовлетворены. Я так понимаю, что это основная задача управления. Да, а если даже отказ, чтобы человек понимал, что других вариантов нет. То есть, чтобы умели так донести до человека ситуацию, позицию, чтобы он в любом случае ушел довольный от нас. Спасибо большое, Лилия, за то, что пообщались с нами, поделились полезной информацией. Приходите еще с хорошими, с разными новостями. Успехов вам, вашим коллегам в непростой деятельности. Спасибо. Оставайтесь на репортере, берегите себя и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин